Следующий колумнист пишет в журнал с самого начала его существования. Но дело в том, что сегодня он читает впервые. Я хочу вам, Николай, пожелать мужества. Как, собственно, у вас колонка называется, урок мужества. И вот сегодня я хочу вам пожелать мужества, потому что, когда выходишь сюда, казалось бы, все складно и ладно написано, и все здорово, а здесь стоишь как без штанов. И мне кажется, очень важно попытаться донести то, что хотел сказать буквами. И только тогда, когда это получается, ты чувствуешь резонанс. Я вам желаю сегодня его почувствовать. Спасибо. Ну, я должен все-таки пару слов сказать, потому что... Вот мы договорились, что о победе надо говорить правду. Вот, я скажу правду. Вообще, когда мы планировали этот номер, когда мы планировали этот номер, Андрей Иванович, наш главный редактор, страшно боялся. Ну что же, говорит, у нас про войну-то ничего нету. Вот, а в результате получилось, что про войну достаточно. Но вот остались, остались некоторые такие атовизмы, где и не про победу, и не про войну, а с другой стороны и про победу, и про войну. И вот этот текст, он тоже, в нем все абсолютно, каждое слово, каждый человек, каждый сюжет – правда. А с другой стороны, совершенно ни одного слова правды, потому что эти правдивые сюжеты и люди расставлены совершенно в произвольном, случайном порядке. Куда приводит струя бобра? Один из вариантов смысла жизни в том, чтобы превращать любое зло во благо. Научишься этому, станет так интересно, что от жизни потом за уши не обтащишь. Серьезно говорю. Ну, скажем, слышишь ты по радио, что внезапное штормовое предупреждение с ливнем и градом. Прекрасно. Наконец-то можно испытать в деле новые резиновые сапоги. Надеть на руку дайверские часы с настоящим безелем. А если настоящий ураган, торнадо, падение метеорита? А если завтра война? Вот я как раз про войну. Известно, что кому война, кому мать родная. Я знаю одного такого человека. Он не поставщик армейского мундирования пеньки или солдатских носков. Он даже не депутат. Вениамин работает атланчиком холодильных установок. Всем своим видом мой друг стремится к вооруженному конфликту. На работу он ездит на ранглере цвета храки с фаркопами, максимальным обвесом и воем сиренной воздушной тревоги вместо клаксона. На Бене полный камуфляж. Когда он выходит из автомобиля, за его плечами чехол от снайперской винтовки. В чехле голубая сорочка из немущегося непромокаемого полотна для утренней планерки. Собойка. Это завтрак и обед в зауженных пластмассовых контейнерах. Кофе в тамблере из Старбакса. Держит внутреннюю архитектуру чехла полуавтоматический черный зонтик. Кто-то может подумать, что все это позерстывает и внешняя мишура. Что на самом деле внутри он другой. Что фигурально говоря, в душе Вени зонтик, а не винтарь Драгунова. И ошибется такой человек. Содержание моего друга еще круче. Собственно, от него я и не хватался оптимизма. Он передал мне рецепт извлечения всего хорошего и всего плохого. Как всегда, Вениамин позвонил сразу в дверь. Ну что, скоро шарахнет? Радостно с порога сообщил Веня. Войска скопились на границе. Техника движется по магистралям. Ртушки взмыли в небеса. Красота! Ты что, хочешь войны? Я вело старался подыграть, хотя знал ответ. Конечно, нет. Но я за то, что все думали, что будет война. В такой наэлектризованной обстановке легче сконцентрироваться на своих проблемах и быстро решить их. Вот уже почти 8 лет никогда не могла строить подвал на даче, а теперь за неделю управлюсь. Потому что это уже не подвал, а бомбоубежище с ресурсом автономного существования 60 дней. Плюс ввожу секвест на личный бюджет, что позволит к лету сэкономить на путешествии в Бразилию. На футбол? В Сельву. Есть задумка пробраться на космодром во французской Гвиане. Хочешь покинуть Землю? Хочу сделать несколько снимков на смартфон и разместить в Инстаграме. Думаю, это спровоцирует международный консмический скандал. Европейское космическое агентство разорвёт с Роскосмосом все отношения, и мы, наконец, сможем самостоятельно, мобилизуя все свои ресурсы, запустить что-нибудь такое полезное на орбиту. Рогозин об этом знает. В том-то и смысл, что для Дмитрия это станет сюрпризом. Ну хорошо, от меня чего надо? Это тебе скорее надо. Я тут прикинул, самое время поправить здоровье, пока цена на медикаменты и перевязочные материалы не взлетела. Давно за тобой наблюдаю, начинаешь сдавать старик. Вот тебе мой рецепт, то есть совет. Поезжай на Тверскую и купи себе струю бобра. Это натуральное средство поможет тебе в выработке тестостерона. Будет война или не будет, ты уже готовый воин. Женщины снова заглядываться станут, если для тебя это, конечно, важно. Вениамин допил кофе, доил яичницу, которую я планировал съесть сам, и отправился на измаиловский вернисаж покупать командирские часы. Я вертел в руках бумажку с адресом, который оставил Веня. Ну а чем черт не шутит? В народном сна торговали в неприметном подвальчике. Дверь открыла женщина в черном и скорбно предложила ознакомиться с ассортиментом. Я спросил про бобра. Конечно, есть. Из-за стеллажа вынурнула вторая скорбная женщина в черном. Неожиданно атаковала. А еще есть бобровый жир. Очень хорошо вместе со струей. А жир куда? Ну как куда? Обе женщины засмущались, но почему-то не покраснели, а стали еще бледнее. Туда? Туда и струю. Или на проблемные зоны. А у меня как колено проблемное. Вот, точно, на колено. Облегченно вздохнули матушки и вернулись к обычной бледности. Тут вошла молодая дама, одетая по моде сороковых. И дала пример поведения в подвале. Мир этому дому. И вам с миром. Продавщицы синхронно поклонились в пояс и сразу потеряли ко мне интерес. Почему-то в голове пронеслось. Точно будет война. Дома я внимательно прочитал инструкции, а также проспекты, которые подложили в пакет черные женщины. Как и обещал Вениамин, струя обобрали чило все болезни, включая рак и псориаз. Про мужские гормоны хоть и по православному скупу, но честно было доложено. Растут во благо семьи и во славу Отечеству. Выпил. Сначала по инструкции в качестве профилактики, потом тоже по инструкции, но в качестве лечения. Потом просто по интуиции. Подумал, хуже не будет. Потом вдруг отважился помазать все проблемные места. Не проблемные, про запас. Это был, я думаю, пик, кульминация моей мобилизационной пользы от ожидания войны. А потом стало страшно. А что, если вдруг прямо сейчас начнутся улучшения? Я набрал номер Светланы, объяснил, что нужна квалифицированная помощь. Светка первый мед окончила. Наспех рассказал про предчувствие войны и про бобровую струю. Про войну она, мне кажется, пропустила, а на струе оживилась и закивала головой. Так мне показалось по ее голосу. Я поехал и не жалею. Светка все проконтролировала тщательно, не придраться. Когда я вышел от нее, я не знал, началась ли война или уже закончилась. Настолько было все равно. Я видел, что воздух прозрачен, что в сумерках уже проступает лето. А звезды все так же скрепляют небо и отрезвляют любого смельчака. Я как-то, получается, проскочил в лихолетии. И, судя по аппетиту и забытой легкости, с пользой для себя. Бенджамил был прав. Надо заехать к нему на новоселье в бомбоубежище. Может, и Светку с собой возьму. А может, и не только Светку. Дина вон тоже медицинское училище оканчивала. Да нет, точно подействовала струя. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ